Парк отстояли. В сквере 60-летия СССР не будут строить новый детский сад. С таким заявлением перед севастопольскими журналистами в понедельник выступил директор Департамента по имущественным и земельным отношениям правительства Севастополя Рустем Зайнулин. По его информации сейчас ведется работа по поиску альтернативной площадки под социальный объект. Вопрос этот исчерпан, закрыт. На сквере 60-летия СССР будет развиваться парковая зона, никакого объекта социально-культурного или детского сада там не планируется. Напомним, вопрос о застройке одного из немногих скверов Ленинского района поднимался на заседании постоянного комитета законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам. По итогам собрания депутаты пришли к выводу, сад в этом районе города нужен, но не ценой парковой застройки. Парламентарии попросили чиновников поискать другие участки под социальный объект. Неделю спустя севастопольцы обнаружили на катастрофой карте России новый объект, часть сквера определили в категорию землепоселений, дошкольное, начальное и среднее общее образование. Сейчас, по заверению Рустема Зайнулина, граждане могут быть спокойны за сохранность своего парка. Директор департамента по имущественным и земельным отношениям также отметил, что в соответствии с поручением губернатора в ближайшие пять лет планируется открыть 90 социальных объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. На сегодняшний момент в соответствии с поручением губернатора местоположение земельных участков под данные объекты, они практически на 99% найдены. Есть некоторые спорные вопросы, связанные с архитектурой и с подводом коммуникаций, но так или иначе мы, я считаю, эту задачу на сегодняшний момент выполнили.